Так, ну что, мои дорогие, продолжаем. Меня по-прежнему зовут Наталья, и это вторая часть пустые баночек. Мне пришлось первую прервать из-за того, что тут сильно просто ливень пошел. Если вы не смотрели первую, то ссылочка будет внизу. Продолжаем пустые баночки июля. Значит, я покрасилась, и у меня вот такой вот бомбовский цвет получился волос, я считаю. 12.02, если что, это был оттенок. У меня вот тут только такая баночка осталась. Причем она у меня... Я ехала сюда на поезде, и эту краску закинула с собой, и у меня как-то каким-то образом отлетела пимпочка вот на этой, короче, на этом флаконе. И я вот замотала, и у меня это стояло, ждало своего часа, чтобы покраситься, ничего вообще страшного не произошло. То есть вот так вот, да? Просто не очень удачно я запаковала свой чемодан, видимо. Вот, краска бомба, краска супер. Мне очень нравится в предыдущем видео, не в предыдущем, я не знаю, там какое-то будет видео, где я тестирую... Что я там тестирую? Что ты... А, и где я распаковываю подружку. Вот, там прям видно цвет волос, который вот только-только я покрасилась. Просто бомбический, классный. 12.02, повторюсь. Значит, далее, что у меня тут... Вот у меня уже тут благоухает, так стоит диффузор вот этот. Коробочку вам оставила показать. Диффузор, сведешь, спа, а это прям бомба. Смотрите, вот так он идёт в такой упаковочке. Это подарочная прям такая, как бы, тема, да? То есть подарить вообще не стыдно такое. И вот так вот он выглядит уже, как бы, в собранном виде. Тут сверху была закручивающаяся крышка. Я её где-то оставила, но у меня для транспортировки, если вдруг, да? Стоит он у меня месяц. Да, месяц. Вот, столько израсходовалось. Сначала стояла с двумя палочками, сейчас вставила, в общем, все пять. Вот, и стоит у меня это в ванной комнате в туалете, да? И очень приятный вот этот аромат. Меня там просто радует. Я теперь там не пользуюсь никогда. Освежитель. Так что вот так, лайфхак такой, на заметочку. Прикольная-прикольная штука. Конечно, дороговато. Но я посмотрела, где я заходила. Где-то я смотрела эти диффузоры. Где-то я была недавно в каком-то магазине. А, в этом, в Хофе. Хоф. И там гораздо меньший объём. Вот такие, наверное, пузырёчки. Сомнительно как-то они выглядели так, не так презентабельно, так скажем, и красиво. И стоя они рублей по 600. Так что вот так. Может, 500. Может, я что-то ошибаюсь. Ну, где-то вот в таком районе. Так что диффузоры это никогда не было дешёвым таким продуктом, так скажем. Выкидываю вот эту хрень. А ты фраше? Всё. Что-то мучило, измучило. Не знаю. Это, короче, ночная маска с таким... Посыл такой, что вы используете это на ночь. И у вас с утра вы просыпаетесь, и всё замечательно. Ерунда. Вообще полнейшее просто, девочки. Мне не понравилось вообще абсолютно. Это вот консистенция, ну, такого бальзама, да, чего-то такого плотненькое. Пахнет причём очень приятно. Но это никак не работает на ваших волосах. Абсолютно. Это превращает в какие-то сосули, короче. Я не знаю, или это наносить так, чтобы потом просто смывать утром, когда вы моете голову, да. Или как-то... Ну, я вообще мало себе представляю, как это можно использовать по-нормальному. Поэтому нет. Использовала, пробовала. И как бальзам, допустим, просто после мытья волос. Тоже как-то что-то. Напишите, если вы пробовали. Может быть, я что-то делала не так. Может быть, я ошибаюсь. Вообще, евроше мне как бы для волос продукты многие очень нравились. И всегда... И тут вот такая вот история странная, конечно. В общем, от себя не рекомендую. Мне не понравилось. Так, вот такие вот печенюги бомбар. Распаковка была у меня, по-моему, где-то... Не помню. Короче, вот эти печенки фисташковые. Это в предыдущих каких-то у меня заказах были. Очень нравятся мне печенки вот эти. Очень крутые. Прям класс. Вот съедаешь, и реально тебе не хочется... Ну, то есть, заменять полноценный прием пищи один. И это очень вкусно. Реально очень вкусно. Прям вот присмотритесь. Так, еще из бомбар. Это у меня уже из вот то, что пришло сейчас. То, что недавно, да. Очень вот эта крутая штука. То же самое. 60 грамм. Мне кажется, это прям даже много. Я доедала. Я просто думаю, ну ладно, я доем. Ну, это было прям зря. Можно было вообще оставить еще. То есть, это такие вот батончики. Очень питательные. Очень сытные. Вот что в Reflame, что вот эти бомбар. Очень мне прямо они... Может быть, и другие тоже хороши. Но я вот сейчас то, что пробую, как бы, да. И абсолютно я... Ну, вот с этими батончиками я перестала есть сладкое. Ну, прям вообще. То есть, у меня в доме нет теперь конфет сладких. Вот этих всех шоколадных. Я не покупаю никакие там Сникерсы, Марсы, Альпенгольд и все прочее. Что у меня раньше всегда было дома. Всегда просто. Максимум, что я покупаю, это мороженое. То есть, мороженое, да. Не печенок, никаких ничего. Вот этими штуками я себе все это делаю как-то вот так. Прикиньте. И, кстати, фастфуд тоже. Сегодня прям реально. Буквально час назад я разговаривала, болтала со своей подругой. Я говорю, то ли это карантин, то ли что-то. Вот это, да, меры вот эти вот. Когда все закрыто было. Реально я перестала хотеть даже фастфуд. Не то чтобы это. Я просто вот мы в него не ходили, да. Не ходим. Есть какой-то там на вынос, на заказ. Но я этим не пользовалась. Один раз или два раза кофе взяла. И, собственно, все. Я не хочу туда. Я не хочу этих булок, бургеров и всех прочих дел. Может быть, это тоже как-то связано, что я перестра... Не знаю. В общем, короче, вот эти вот штуки, они явно делают со мной что-то хорошее. То, что и супы, и протеиновые, и коктейли, вот эти батончики очень мне круто помогают бороться. Бороться со всякими вот этими вредными привычками сжирать сладкое. Так, ладно, дальше продолжаем. Активель, вот этот, опять же, дезик, только синенький. У него под нежней аромат. У него такой свежестью чем-то пахнет. Комфорт называется. Он нормальный. Только он пачкать будет одежду уже конкретно. Так, нормальный дезик. Так, дальше что у меня. Закончились вот такие бытовые вещи. Это полирующие салфетки влажные для мебели. Я даже, если честно, не помню, где я их покупала. Мастер Фреш. Вот настолько они у меня долго почему-то тут валялись. Потому что, наверное, здесь вот, ну реально, я сравниваю, да, дом в Подмосковье и здесь маленькую квартирку. Насколько я там много и часто убираюсь. Там, в принципе, такая же темная мебель, да, вот у меня комод темный здесь стоит. Там тоже у нас темная спальня. На ней прям, блин, через день надо пыль вытирать. Реально, через день я там вытираю пыль. И все равно ее видно. Здесь не видно пыли. Вот преимущество жизни в Сочи и вообще в южных, наверное, морских вот этих городах, то, что пыли, ну просто вот есть какая-то, да, такая, ну все равно протирать там тот же подоконник, какое-то что-то там, какие-то грязи, да. Но вот пыли как таковой, вот чтобы, как она у нас, да, мы привыкли вот этот вот беленький такой слой. Тут такого есть, конечно, но не в таких количествах. И поэтому у меня эти салфетки очень долго расходились. Ну классные, крутые, мне нравится такие, такой вариант больше, чем тряпки использовать. Потому что салфетки вы протерли и все, и выкинули, и забыли. Ничего не стирать, не придумывать, не выдумывать. Так, Фаберлик Эксперт, вот это вот, очень нравится, мему с очищающей, с энзимами, очень крутой. Он такую прям пеночку делает и классно-классно очищает, очень хорошо. Мне нравится. Фаберлики редко теперь заказываю, но есть конкретные продукты, уже тоже говорила про это не раз, которые я буду заказывать там всегда, лучше один раз какой-то, там, раз в полгода заказать. И чтобы эти продукты были просто уже в наличии, мне они нравятся очень. Так, вот это вот, как это назвать, инстакул патчи, да, ну, такое. Снимала отдельные видео, там тоже много у меня было под ним комментариев. В основном люди со мной соглашались, что это ерунда. За такие деньги, Арифлейм, конечно, что-то прям погорячились ли. Может быть, это и что-то работает на коже, которая там совсем молоденькая, и которая побаловаться, действительно, снять инста что-то какое-то там. Ну, не знаю, не знаю, вообще не поняла прикола, не поняла. Осталось у меня еще две упаковки, одну упаковку дарю своей сейчас невестке, она помоложе на 10 лет. Вот, может быть, ей понравится, мне нет, мне не понравилось, не зашло вообще. Еще одна упаковка осталась, может быть, как-то что-то где-то когда-нибудь приляпаю. Нет, нет, нет. Так, далее, что у меня тут? Вот такой SPF-формат мини, да. Я просто его оставляла для того, чтобы показать, снимала видео, да, отдельное про SPF-свои. Оставляла показать, что есть вот такой формат. Очень удобный, если вы с собой там, да, куда-то вот едете на несколько дней. Прикольная штука, 35, тут SPF-ка и 7 days. В принципе, молодцы, да, что такое придумали. Нормально она как-то работала, никаких негативов у меня не вызывало, ничего. Хорошо. Так, вот такой вот гидролат краснополянский очень мне нравился, очень просто. Я сейчас что-то, я в этом, я еще не ездила в этом году на Поляна. Сейчас, наверное, с мужем поедем, когда он в август приедет. Очень классный продукт. Он очень здорово. У него и вот распылялка такая прям хорошая. Ну, ничего, прям до последнего. И распылитель хороший, и вот аромат розмарина я очень люблю. И это для жирной, склонной ко всяким раздражениям и углевой сыпи кожи. Продается такое тоже у нас в аэропорту. Я вот завтра полечу. Посмотрю, рублей 400 там они стоят. Ну, как бы недешево. Но на Поляне, вот в этих бутиках, так скажем, да, когда вы там гуляете, вот это вот, где самая такая основная, где там вот ратуша, ну, вот это все, там они тоже, по-моему, так же и стоят. То есть, как бы, если вот где-то я найду, то буду с вами уже делиться ссылкой, где это продается напрямую. Потому что, ну, странно, да, что я живу в Сочи и покупаю за 400 рублей, как турист, эту косметику. Крутая штука, очень здорово, увлажняет, успокаивает, как-то прям, люблю такие вещи. Так, далее, что у меня тут? Масло для ногтей. Это что у меня? Эволайн, по-моему. По-моему, Эволайн. Профессионал, был такой наборчик из двух средств, одно для восстановления и одно вот масло для кутикулы, восстанавливающее масло органы. Очень прикольно, мне понравилось, на кутикулу мажу всегда что-нибудь, то есть, должно, должно, всегда, это, эта часть тела должна быть всегда как-то вашим вниманием быть. Фу, что говорю. Короче, уделите внимание своей кутикуле, постоянно, регулярно. Вот, маселка, очень хорошая. Мне понравилось. Так, Фоберлик, вот это вот СОС-средств, как это, СОС-серия, да, вот это, которая для очищения. Эта пудра, она, по идее, должна быть энзимная, но мне кажется, нифига она не энзимная, какая-то ерунда. Короче, смысл в том, что вот эти все дырочки забились, то есть, они по-любому где-то были влажными, и они забились. Приходилось мне открывать это дело вот так. Так, вот она там, эта пудра, как она выглядит, и вы видите, что она тут скомклась. Но это неудивительно, потому что влажность у нас тут, повторюсь, повышенная, и как бы даже тут соль в салонках, в кафешках, вот если вы обращали внимание, в СОЧе были, там рис даже добавляют в салонки, чтобы это все растрепать, так скажем, да, чтобы она не залеживалась. Тут от влажности вот такие продукты не выдерживают. Поэтому отправляю в помойку. Так, что у меня тут еще, господи, сколько у меня тут еще всего, это просто, блин, караул. Вот такая вот болтушка, пропеллер, точечно на прыщички, пользовалась, вот сейчас добивала ее, когда вот у меня вот, да, все, я это лечила. Нормально, но нет, в мизон гораздо лучше корейская, покажу вам потом, но в мизоне нет вот этой пинпочки. То есть, ну вот если на бюджете, в принципе, это вот салициловая суспензия, вот такая, она, ну, поможет, но, наверное, когда совсем траблы, то там нет. Так, тоже из серии от прыщей и от всего такого, вот такая бьюти-формула с чайным деревом, гель, как он мне нравился, уход за лицом, этот гель, устраняющий дефекты кожи. Очень крутой, он прям вот, ну, очень крутой. Есть ему сейчас замена, как бы у меня такая, это ночная маска отопил с чайным деревом, вот она тоже классно, вот это все вот убирает всякие, если вы наковыряли и все такое прочее. Но вот этот прям бомбический, он так бюджетно стоил в Лидуале, просто там что-то стоил с чем-то рублей, и вот его я не вижу. Если где-то увидите, девочки, пишите мне прям, обязательно приобрету еще мыло вот такое, палмолив, типа как с арбузом. Мне кажется, он вообще каким-то пахнет оливковым, чем-то оливковым. Дежит у меня сейчас вымельница, которая в ванной, и как-то не очень, я не знаю, я вообще кусковое мыло не очень люблю, но периодически, да, приходится им там пользоваться. Вот, в основном я за жидкое мыло, и вот это, вот это кусковое, ну как-то не знаю, не впечатлило. Так, салфетки влажные, коты, детские, всегда используют для себя, везде там в бытовых каких-то целях, очень хорошие. Также подсадила своих, свою родню, да, свою племяшку, так скажем, да, на эти салфеточки. Сейчас у меня новая пачка, тут лежит, они приедут, у них будет запас. Этих салфеток хорошие, тут сколько, 120 штук, очень удобная вот эта вот закрывашка, да, которая позволяет сохранять их влажными, было очень классные, хорошие, очищающие салфеточки, да, недорого. Так, из коробочек давайте все покажу ночное вот это масло, Элио, очень крутое вот по сравнению вот с этой ерундой, которая не работает, вот это масло ночное, это то, что действительно восстанавливает ночью. То есть, если мне, допустим, не хватило какого-то питания после использования типа вот этих вот, ой-ой, я бузю, я бузю, бузю, вот, после вот использования вот таких вещей мне не хватает питания, вот это ночное масло мне допитывает как бы то, что не доставало, да, очень классно использовать его на ночь. Так, вот такой волныстек, это я уже, видите, вот разбираю коробочки, чтобы они мне меньше места занимали. Волныстек, очередной закончился, пью, пропиваю, люблю, уважаю. Так, от сыворотки, вот от этой коробочку выкидываю, Optimus, которая очень прикольная, хорошая начала использовать, понравилась. Мне будет отдельный какой-то обзор, обзор того, что у меня в использовании есть, классная, хорошая. Это что? А, это из коробочки, что содержится в витаминах, но вы все уже знаете, я вам все уши прожужжала. Так, эта вот салфетка шла, Vox, вот в этом, в наборе, вот с этой вот пастой, да, с этим воском. Там, по-моему, две или три салфетки было в наборе, но вообще нам просто использовать любое масло, когда, чтобы снять воск, вы должны использовать, можете использовать любое масло, вам все это отлично снимется. Так, воск для ногтей. Я не помню, откуда у меня это чудо. По-моему, это было в каком-то наборе по типу для снятия шелака, гель-лака, да, с ногтей. Вот так вот я его поковыряла, но это какая-то ерунда. Нет, я этим не захотела пользоваться, я это выкидываю, хрень какая-то. Так, вот такой вот продукт AVEN. Анечка, привет, моя дорогая, я знаю, ты меня смотришь, люблю тебя, целую, обнимаю всем сердцем. Это мне отдала моя подружка Аня, вот столько я смогла использовать, я как бы всегда вот туда-сюда, вот в этих разъездах, переездах, и я так думаю, она у меня просто застоялась, и вообще, ну не тянулась почему-то к нему рука. Вот как-то да, сплэш-маска это. Смысл в том, что вы ее наносите как бы на лицо, и оно вам придает вот это вот увлажнение, это что-то между сывороткой и тонером, такое вот что-то. Но не пошло, я уже выкидываю, потому что просто срок годности тут наверняка уже капец. Да, тут аж 17-го года выпуска, поэтому ну уже все. Запах классный, кстати, запах очень приятный, такой прям нежный какой-то аромат, но вот так вот получилось, очень много средств у меня в уходе, и поэтому вот так. Так, что у меня тут еще, смотрите, вот такая штука, сейчас вот тоже тут осталось прям чуть-чуть, не знаю, или перелью с собой, заберу, или как-то тут что-то. В общем, это пилинг-скатка, холика-холика, очень прикольная, ее можно использовать и летом тоже, то есть как бы да, такой пунктик, я прям про это специально узнавала. Вы распшикиваете себе это дело на лицо, сегодня тоже делала перед маской, распшикиваете, проходит там пару минуток, копит пару минут, минутка, и вы это все делаете вот так вот, скатываете, и у вас как бы скатывается. Понятно дело, скатывается не кожа, а какие-то там частички, которые вот эти образуются, да, в этой сыворотке при контакте, наверное, с воздухом или с чем, вот, и с воздухом, с кожей, вот, и отлично себе так пилингует, нормально, имеет место быть такой продукт, но он у меня очень давно тоже, вот прям просто нереально давно, надо его как-то, я не знаю, экстренным образом допользовать. Так, вот такая вот штука от удаляй, 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 удалитель, удалитель, ремовер, короче, для кутикулы Салли Хэнсон, тоже ему тысячу лет, тысячу лет, если вы купите этот пузырек, вам хватит, я не знаю, на вас и на всю семью, и на того парня. В общем, короче, крутая штука, действительно, реально работает, хорошо удаляет кутикулу, рекомендую. Так, вот такой вот я пью сейчас морской кальций, пересыпала просто из этой баночки в новую, чтобы, ну, объединила, в общем-то, потому что сейчас улетаю и хочу вам показать. Это такие прям большие витаминки, ну, прям большой у них размер, их надо разжевывать, и такой вкус у них прикольный, как у аскорбинки в детстве, такой прям приятненький, кисловатый, очень классный в применении, буду смотреть где-то я, наверное, неделю, может быть, побольше. Да, побольше, наверное, я уже их принимаю, но буду озвучивать результат по истечении времени приема, так скажем. Так, тут сейчас еще маленечко немножечко. Так, вот такое, что это у меня? Ночной крем для 25 плюс кожи. Нормальный, обычный крем на вейтшу. Не помню, где я его что-то использовала, но, в общем, где-то использовала. Нормально потянет. Так, Optimals, вот этот сейчас активно у меня в использовании. Как солнцезащита, крутой, хорошенький, маленький такой пузыречек, удобный. Так, вот это вот дрянь. Маска-пленка. Вызвала тоже у меня там кучу просмотров у меня с этой маской. Видео скину тоже внизу ссылку. Это просто такая фигня. Во-первых, это маска-пленка, которая не превращается в пленку. Во-вторых, вот из банки она пахнет лично. Пахнет прям вкусно. Но когда вы это наносите на себя? Это такой спирт. Короче, посмотрите видео. Ну, хрень. Нет, не берите. Ерунда. Такая я злая была. Ужас. Так, выкидываю капельки Clorans. Тут прям совсем чуть-чуть. Они у меня уже очень давно. Но крутые капли для автозагара добавляете в крем. Есть у меня тоже отдельное видео. Добавляете в крем, наносите. Все это дело классное, классное. У вас личико такое приобретает эффект как бы загорелого. То, что вы как будто были на солнышке какое-то время. И очень-очень круто работают эти капли. И надолго хватает. Реально надолго. Сейчас у меня вот Sunlook. Там, в Подмосковье. Но я как бы к этим... Возможно, когда-нибудь вернусь. Но, если честно, разницы я не увидела у Sunlook и у Clorans. Зачем платить больше? Есть у меня видео. Я прям их сравниваю. На пол лица наношу Sunlook. На пол лица Clorans тоже. Посмотрите. Так, давайте по декоративке пройдемся. Я же тут устраивала разборы. И очень много повыкидывала. Вот такая помада. Что я ее выкинула? Почему? Почему я ее выкинула? Потому что она, наверное, срок годности у нее кухнула. Ну да. Аж до 2019 года. Но она очень крутая. Это Essence какая-то. Лимитка, наверное, была. Хорошая помадка. Мудовая. Вот эта помада у меня сломалась. Обломилась. В общем, при процессе тоже нанесения. Тони Молли. Кошечка вот такая. Она подтаяла. Очень крутая помада Tint. Но она тоже уже и старенькая. Здоровская. Здоровская. Карандаш. Который что? Что с ним произошло? Тоже, наверное, он сломался. Этот карандаш у нас от Essence. Есть. Блин. Даже не закрывается уже. От NYX. Вот эта зеленка. Тоже какая-то ерунда. Она даже путем не рисует. Где-то я там снимала. Вот эти два розовых флёр. Три. Так. Вот эта Кубанита тоже. Она у меня сломалась. Такой розовый цвет Essence. Прикольная штука, но нет. С виду ли. Такой, блин, цвет фукси. Фукси. Так. Макс Фактор. Вот эти сверху. Лип Финити. У них такие, помните, помадки? Как блески, да? И сверху вы наносите вот эту вот бальзамчик. Вот этот. Крутой продукт. Другинка классная. Но что-то я не помню. Почему-то я от них избавилась. Что-то пошло не так у меня с ними. Две штуки. До конца я их точно не израсходовала. Вот насколько я помню. Так. Вот такая вот ерунда от Оберлик. Контроль веса. Что-то нашла. Просто вот разбирала аптечку. Думаю, что лежит. До 0,622 годен. Надо как бы уже доиспользовать. Тут смысл, что вы как бы это выпиваете. Вам неохота. Неохота. Ой, Наталья. Не хочется кушать вам. Типа того. Не знаю. Ну, ерунда. Как по мне. А может быть. А может быть и нет. Напишите, девочки, кто из Оберлика. Кто это как бы. Что это. Помогает, действует. Так, вот такая вот от Clorans. У меня упаковочка закончилась. Это вот было средство в ней изначально от прыщей. То есть, да, вот вы на прыщик локально наносите, и у вас он подсыхает. Неоправданно дорого. Просто заливаю в нее салицуку. Вот вам лайфхак. Если у вас были такие штуки. Вот этот вот шарик отлично просто крутится. В одном у меня нашатырный спирт. Реально. С собой таскаю. А в другой, вот она. Вытыкается. Вот так. Вы можете залить все что угодно. Там в наборе идет, я не знаю, сейчас они продаются или нет. В наборе идет две штучки вот этих вот флакончика, да, которые они по 5 миллилитров. И вот потом вы можете их так использовать. Ну, реально простую салицилку из аптеки заливаю. И вот тоже, кстати, таким способом себе, ну, подсушила что-то. Где-то как-то спасла. Так, стик вот этот использую сейчас. Тоже мне нравится на нос. Вот куда-то на какие-то места. И на губы. В основном на губы солнцезащитные. Санкриста 60. Закончился наконец-то у меня. Не наконец-то, но просто я его уже столько мучаю, ему рыжу. Эволайн. Он даже уже все не мажет. Это консилер. Хороший, крутой. Мне нравится. Мне понравился и по эффекту, и по... Ну, хороший, классный. Держится хорошо. Вот такой кремшик экологен под глаза на Вэч. Очень крутой. Очень крутой. Я даже тут представляете, что-то я... Короче, то ли я в зеркало смотрелась, но и тут такое освещение было. Да, интересное. В нем, оказывается, светоотражающие частички есть. Я даже и не знала. Прикиньте, они прям такие золотистые, светоотражающие частички. Очень хорошо напитывает, разглаживает. Ну, такое, как бы разгладивает морщины. Но вот то, что увлажнена ваша кожа и напитана под глазами, а это самое... Самый максимум, да, от крема, который мы можем требовать, это вот, да, с этим справляется. И надолго мне хватило. Месяца три, наверное, точно. Вот весь карантин я им пользовалась, точно я сидела. И до этого какое-то время. То есть, получается, ну да, четыре месяца. Вот так вот давайте. Вот этой упаковочке. Круто, я считаю. Так, что у меня тут еще? Какая-то ерунда. В тему того, что вот не надо хранить всякие хрени, которые вам не нужны. Ну, вот. Какие-то, да, повыкидывала я. Ненужные абсолютно. Расхламляла, короче, свои все эти кусачки, которые не кусают. Вот это вот, я не знаю, зачем оно надо. И какой-то пинцет вот этот остренький тоже не нужен. Абсолютно. Вот какие-то эти подложки под глаза. Просто все кидала уже сюда. Так, вот этот бомбар с лесным орехом. Прикольный. Пролиней лесной орех. Прикольный, вкусный батончик. Вот он 40 грамм. Его как бы вот, ну вот, прям самое то. 60 грамм я поняла, что это много для меня. Или прям действительно делить. Ну, с собой, да, если вы возьмете, ну, куда-то заворачиваю, что-то придумать. А вот если с собой брать 40 грамм, это будет отлично. Так, выкидываю еще вот такую подводку по речне. У меня их оказалось две при разборе, да, мы его... Чемодана Пандоры. Хорошая подводка, но долго хватает. Есть кисточка в комплекте, это Maybelline. Она очень здорово рисует стрелочки. И стрелочки никуда у вас не убегают, не утекают. И вот такую вот штуку еще выкидываю. Это тоже когда-то схватила на каких-то скидках. Она уже, ну, вот вы видите, да. Это типа даже помада. То есть ее как помаду надо было использовать. Ну, такое. Неное. Короче, выкидываю. Все. На сегодня это все. Две части по 20 с лишним минут. Ну, вот так. Такие были у меня пустые баночки в июле месяце. И я надеюсь, август будет тоже таким же продуктивным. Я буду расходовать все свои запасы и пополнять их снова. Все. Всем спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на YouTube и в Instagram. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok